Добрый день, меня зовут Сергей, я исполнительный директор компании Google Technology. Сегодня я объясню, как пользоваться приложением Google Business. Во-первых, после того, как вы получили логин и пароль для входа в приложение, и вы вошли в аккаунт, у вас откроется следующее окно, сверху которого будет отображено название вашего предприятия. У нас написано «тестовое заведение», а снизу будет форма, через которую вы оформляете заказ и вызываете водителя GoGo Курьер. Для этого вам стоит указать адрес, на который курьер поедет и отвезет ваш товар. Допустим, Пайаркова 7. Указываете цену товара, на которую клиент заказал у вас продукт, извините, и номер клиента. В примечании вы указываете номер квартиры, номер подъезда, или этаж, или любую другую информацию, которую надо будет знать курьеру. Я напишу тестовый заказ, чтобы курьеры его не приняли. Нажимаете кнопочку «заказать», все, после этого ваш заказ ушел к курьерам, и чтобы отследить статус, вы переходите во вкладку «Мои заказы», и здесь в истории заказ, который вы только что оформили, он у вас последний, он у вас сверху, и это заказ номер 14051. Вы переходите и отслеживаете статус вашего заказа. Также здесь вы можете просмотреть адрес вашего клиента, расстояние от вас до него и стоимость доставки. Все ждете, пока курьер примет ваш заказ. Я сделаю это за него и приму его. После того, как я его приму, вы об этом сразу узнаете, потому что, обратите внимание, статус поменялся и водитель назначен. Теперь вы ждете, пока курьер к вам подъедет. Вы можете с ним связаться и просмотреть, какой у него автомобиль. Здесь не написано, потому что это тестовый аккаунт. После того, как курьер приедет в заведение, вы об этом узнаете, просмотрите еще раз, статус поменялся и теперь водитель подъехал. Он к вам поднимется, вы выдадите ему товар и вам надо будет обязательно нажать кнопку «Выдано к курьеру». Все, теперь вам остается только подождать, пока курьер доедет до вашего клиента и выдаст ему ваш продукт. Он это делает, вы опять об этом сразу узнаете, статус завершен и, чтобы оформить снова еще один заказ, вы опять переходите на главную и оформляете еще один заказ. Очень важно в строке «Куда» указывать только название улицы и номер дома, чтобы приложение правильно посчитало расстояние и стоимость доставки. Через вкладку «Мои заказы» вы просматриваете всю историю ваших заказов, а через вкладку «Профиль» вы можете сменить данные по вашему предприятию или просмотреть статистику аккаунта по дням, либо обратиться в техподдержку, если возникнет какая-то проблема. На этом все, это была инструкция, как пользоваться приложением Google Business.